Добрый вечер дорогие наши зрители. В эфире выпуск программы. День. Люди. События. День 15 февраля. В октябре 1979 года был лишен власть и убит основатель Народно-демократической партии Афганистана Нур Мухаммад Тараки. Политбюро ЦК КПСС официально приняло решение о вводе советских войск в Афганистан и оказании Советским Союзом Афганистану военной помощи. 25 декабря 1979 года в Афганистан были введены советские войска в составе 40-й армии под командованием генерал-лейтенанта Юрия Тухаринова. В ходе военных действий была проведена операция по устранению главы афганской оппозиции, занявшего в результате контрреволюционного переворота пост главы Афганистана Хафизул и Амина. Установившийся режим в Афганистане после очередной смены власти во главе с Бабрак Кармалем оказался полностью зависим от советской военной, технической и финансовой помощи. В середине 1980 года контингент советских войск в Афганистане достиг 70 тысяч человек, а еще через 5 лет, увеличился вдвое. Кроме того, на севере страны была создана 100-километровая зона безопасности вдоль советско-афганской границы, где выполняли свои задачи матоманевренные десантно-штурмовые группы погранвойск КГБ СССР. И хотя первые месяцы войны складывались для советских войск удачно, но отряды маджахедов оказывали интервентом упорное сопротивление, успешно применяя партизанские методы ведения войны. К тому же им помогали и часть местного населения, и зарубежные страны. В 1986 году в Афганистане произошел очередной государственный переворот, в результате которого Мухаммед Наджибула занял место смещенного Бабрака Кармаля. Мухаммед Наджибула был избран президентом республики Афганистан. Тогда и стала рассматриваться не только возможность вывода советских войск из Афганистана, но и были предприняты первые реальные шаги в этом направлении. Оба правительства установили курс на национальное примирение, и 14 апреля 1988 года было принято совместное советско-американское соглашение о взаимосвязи для урегулирования положения, относящегося к Афганистану, согласно которому все советские войска должны были покинуть территорию страны к 15 февраля 1989 года. Что и было выполнено советской стороной. Точка понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.